Утро для коммунистов начинается не с самого приятного. Приходится объяснять, почему в предвыборный год съезд не предвыборный. Кто вас научил на такие вопросы? Партия абсолютно готова к выбору. Партия единственная, которая представила обществу программу. И кто это требует отставки Геннадия Зюганова с поста лидера партии? Выясняется, что всё это козни недоброжелателей. Уральских товарищей, которые призвали его к отставке, вы позвали на съездку или они уже не товарищи? Там несколько десятков фамилий. На самом деле, какие-то фамилии фактически вообще не знакомы, являются ли они коммунистами. А вот новые лица КПРФ, те, что завоевали популярность активной позицией, в кулуарах съезда можно встретить запросто. Звезда инстаграма «Саратовский трибун» Николай Бондаренко. Наша активность всегда сопровождается давлением власти. Власть пытается нас дискредитировать, пытается каким-то образом показать нас в таких красках, чтобы у людей не было выбора. Отчёт о проделанной работе, ближайшие планы и обновление кадров – три главные темы 18-го съезда КПРФ. Но предстоящие выборы в Госдуму здесь всё равно обсуждают. Провели московскую городскую конференцию, это высший орган наш руководящий, и выдвинули по одномандатным округам 15 своих кандидатов. Я в том числе одним из округов, это Бабушкинская, 196-й округ. На самом деле, для выдвижения команды на думские выборы коммунисты соберутся ещё раз, уже летом. Ну а о правильности выбранного курса должны свидетельствовать успехи хозяйствования. В Подмосковье у Павла Грудинина, в Новосибирске, где мэром их товарищ Анатолий Локоть, и на Орловщине, где губернатором молодой коммунист Андрей Клычков. Удалось с 28 до 42 миллиардов увеличить бюджет Орловской области. Несмотря на все сложности ковидного периода, мы смогли увеличить показатели по росту и валу регионального продукта. На съезд прибыли активисты КПРФ из всех 85 региональных отделений. Некоторые даже прибежали, как Тимур Исламов из Уфы. Уфа-Москва длиной 1300 километров за 13 дней преодолел. 1 миллион 300 тысяч шагов. Это дружба бывших статистических республик. Одна из главных интриг съезда – приедет или нет Захар Прилепин. Накануне появились сообщения, что сопредседатель партии «Справедливая Россия за правду» собирался посетить съезд коммунистов, но потом выяснилось, что кто-то просто неправильно трактовал его сообщения в соцсетях. Да и у «Справедливой России» сегодня вообще-то у самой большое мероприятие. Впрочем, Геннадий Зюганов отреагировал на такую новость. А я его знаю хорошо. Я сожалею, он попал не в ту команду. Ровно в тот момент, когда последние надеющиеся еще ждали писателя в снегирях, сам он выступал перед справедливоросами в центре столицы на открытии штабных учений. Говорил о том, что рано или поздно оппозиции придется объединяться. Если для этого потребуется, прости господи, объединение с ЛДПР и с кем угодно, мы с ними ради Донбасса, ради бедных, ради самых важных для меня личных вопросов, с кем угодно, вплоть до единороссов. Но с КПРФ тут сам Бог велел. Социалисты прямо заявляют, что собрались обсудить стратегию кампании и проект предвыборной программы партии «Справедливая Россия за правду». Мы хотим привезти на избирательные участки 19 сентября в том числе тех людей, которые до сих пор никогда не ходили на выборы. Миронов напомнил соратникам о поставленной задаче. На выборах в Госдуму партия должна занять как минимум второе место, то есть обогнать и КПРФ, и ЛДПР, а может быть и Единую Россию. Дмитрий.